Всем привет! Меня зовут Эльмира Басова и вы смотрите шоу «Звездная семья». Сегодня у меня в гостях талантливый певец и автор песен Артём Качер и его замечательная жена Саша Эванс. Привет, очень рада вас видеть. Привет, дорогая, привет всем зрителям. Расскажите, как ваше лето проходит? Ой, ну круто, круто, да, если честно, стремительно, просто вчера как будто бы начался июль, июнь, а уже у нас август. Да. Быстро? Очень. Когда малыш, оно как-то еще быстрее пролетает. Да, это правда. Давайте поговорим про семью. Вы уже давно вместе, но предлагаю зрителей вести курс с делом. Расскажите, как вы познакомились? Расскажи. Расскажи. Мы познакомились во Владикавказе, это было 7, около 7 лет назад, ну почти 7. Вот, получается, я училась на тот момент в Питере и приехала домой на каникулы. Артём тоже приехал на несколько дней в Осетию. Я буквально на 2 дня прилетел, у меня было частное мероприятие в Владикавказе. И друг мне говорит, типа, ну все, уже отстрелялся, завтра тебе улетать, выступил, давай куда-нибудь выйдем, чайочек попьем, тем более у меня там знакомый в одном месте. Я говорю, не-не-не, ну пожалуйста, буквально на минут 20 забежим и уедем. Я согласился, и вот такая вот знаменательная встреча произошла. Я пришёл вот с другом в ресторан, а Сашка сидела с подругами, с сёстрами, по-моему, да. И вот увидел, и всё, это было, наверное, правду говорят так, любовь с первого взгляда. Потом я оттуда вышел и сразу же написал в социальные сети ей, типа, давай вечером увидимся, погуляем. И она долго, конечно, не раздумывала, да, всё, а давай. И я помню, мы сразу уехали, у нас очень красивые в Владикавказе места, горы, природа. Мы просто прокатались, покатались, покушали вкусно остинских пирогов, да, по-моему, и вот вернулись в город. И через два дня выезжал уже, да? Да, я уже улетел. Да, я вернулась в Питер. И у нас началось плотное общение, потом это общение переросло в отношения, я постоянно ездил в Питер, Сашка приезжал в гости в Москву. То есть такие отношения на расстоянии у нас были. А расскажи, как сделал предложение Саше, долго готовился? Это был, конечно, очень яркий, красивый день, Сашка ничего не подозревал, а в Сочи был большой фестиваль музыкальный. Я взял ее с собой, уже понимал, мы уже, наверное, лет пять были, четыре, да, в отношениях. Я уже понимал, что и Сашка ждет следующего шага, и я его уже давно хотел сделать. И я всех, всю свою команду поставил на уши, я говорю, ребят, все, мы в августе. Ой, мы в Сочи, это август, лето, красота, давайте сделаем это тут. И вот есть такая в Сочи безумно красивая ферма. Там безумное хозяйство, природа, все в таком каком-то стиле. Да, очень красиво. В конце этой экофермы есть достопримечательность, огромный красивый воздушный шар. И я вот его арендовал так, чтобы ни гости в этот день его не снимали никто. Я вокруг него все замутили. Фейерверки, надпись огромная, ты выйдешь за меня, ее полиэтиленовыми пакетами закрыли на момент, пока мы шли. И все, и мы подошли так аккуратно, я ее что-то там, не помню, наплел на уши. Да, что мы едем на съемку для журнала. У нас фотосессия для журнала, оденься красиво. Да не догадывалась. Ну нет, потому что мы ехали на съемку, там, понятно, нас снимали и фотографировали для журнала. Я думала, что это так. Она такая красивая в белом платье. Да, я еще иду, я в белом. Я такой нарядный с бабочкой. И там люди смотрят нас, я говорю, Артем, Артем сейчас подумает, что у вас жених и невеста, что в белом платье, Артем в костюме. Она, наверное, догадывает. Я говорю, все, слушай, вон воздушный шар, давай поднимемся нас, там тоже пофоткают, прикольно. Фотограф, она с нами реально фотограф заходит. Ну мне же там надо запечатлеть такую красоту на память как бы. И мы садимся в этот шар, поднимаемся очень высоко. Я вот делаю ей предложение, я говорю, посмотри вниз. Она смотрит вниз, и там огромными буквами, выходи за меня. Если я правильно посчитала, вы где-то два с половиной года официально муж и жена. Да. Да. А как готовились к свадьбе? И были ли какие-то сложные моменты? Готовились, на самом деле, мы недолго, потому что мы не понимали сначала, когда мы поженимся. Думали, ну, поженимся скоро, не знаю. Не знали именно, это будет весной, летом. Но потом резко Артем говорит, а что мы ждем? Давай, вот у меня есть число, когда у бабушки день рождения, Артем, это такая дата. Я хотел, чтобы это было в январе, что оттягивать, зима, типа, надо отстреляться, смысл опять еще ждать год, а вдруг что? То есть я очень хотел поскорее уже сделать свадьбу после предложения. И мы приезжаем в ЗАГС, и мне показывают числа, все заняты. И остается одно число, я смотрю 17 января. Это день рождения моей бабушки, которая для меня очень много значит, ее, к сожалению, нет с нами. И я говорю, все, это 17 января, Саша, мы поженимся 17 января. И вот так вот помню. Тоже судьба, прямо именно это дата, да? И мы не знали, как мы ее будем делать. Мы думали сначала просто отметить там с кругу близких самых и уехать куда-то. Ну, знаешь, аппетит приходит во время еды. То есть я потом понял, что все, нет, нифига. У меня просто на самом деле были планы, я хотел взять самый узкий круг друзей и отметить где-то на острове. Потом у меня были мысли где-то в Европе. Потом я понял, что нифига, не вариант. Я не могу пригласить одно количество людей, а другое не пригласить. То есть а всех везти куда-то на острова или куда-то, это все очень сложно. И потом в какой-то момент я понял, что нет, надо делать полноценную свадьбу. Шумно, классно. И она, конечно, получилась грандиозной. Да, веселой. Была куча друзей, да. Это тоже еще один незабываемый день. Саша, как ты думаешь, какие качества должны быть у мужа? Что значит, как ты думаешь? Она знает, перечисляй мои качества. Да, мы перечисляем. Ну, ответственность, внимательность. Что мы очень внимательны и ответственны, держат свои слова. Верность. Да, честность. Это на самом деле очень важно. Артем, а теперь ты перечисляй качества, Саша. Мне кажется, ты меня поймешь, как восточная девушка, да. У нас плюс-минус один менталитет у всех. Я думаю, что это самое главное. Честность, верность, да. Любовь к моим родителям, к старшим. Понимание, да, вот это вот старше, младше, чтобы эта вот эта субординация, она всегда была. Ну, и плюс хозяйственность. Вот Сашка, у Сашки все эти моменты есть. У нее очень классный, правильный пример. Ее мама, да, которая ее очень круто, правильно воспитала. У меня есть вот этот институт семьи. И это все вот так вот сработало классно. Мы одна с ней, крутая одна команда, знаешь, которая создает наш быт, семью, воспитываем нашего малыша. И все у нас, слава богу, Всевышнему, спасибо, все хорошо. Сейчас предлагаю поиграть в игру. Раз уж мы начали. Вы делаете друг другу кумплименты по очереди. И кто первый, ну там что-то замешкается, или будет долго думать, тот проиграл. А сколько длится эта игра? Она бесконечно может. А вы можете бесконечно говорить? Ну я не знаю, давай попробуем. Красивая. Добрый. Честная. Умный. Страстная. Ответственный. Хозяйственная. Порядочный. Доброе было? Да. Доброе было. Все, выиграл? Подождите, нельзя спрашивать, я только разогнал. Сияющая. Интересная. Умная. Я сказала, что ты ум. А, умная. Да. Глаза красивые. Ну это, по-моему, компонент. Ну хорошо, давай. У нее все красивое. Ну вот по очереди называть так. Трепетная. Хороший отец. И хорошая дочка. Комплимент. Внимательная. Спортивная. Целеустремленная. Все, у меня чакра остается. Так, ладно. Щедрый. Креативная. Сияющая. Профессиональная. Трудолюбивая. Очень трудолюбивая. Очень целеустремленная. Все взаимно. И знаешь, что самое главное в ней? Она верная. Вот это я не знаю, сказал ли это слово, нет? Верная это не только в каком-то банальном смысле этого слова. Вот в каком-то таком, знаешь, мужской и женской верная. Верная чуть более глубоко. Она верная подруга. Она верная дочка и жена, и мама, и работница. Ты классная. Спасибо. Комплименты. Спасибо вашему шоу. Мы тут сколько-столько всего. Такие милые. Сказали милого. Да. А вот что, по вашему мнению, является клеем, который склеивает отношения? Вот любовь-то самое. Что самое главное в паре? Сейчас? Да. Ну, я думаю, что на данный момент это ребенок самого важного. Все равно. Самое важное. Я там могу чуть повздорить или что-то. Все равно я понимаю, что... Но и нет такого, что это основное. Отнюдь не основное. Это все равно, в первую очередь, наши отношения. Потому что нельзя терпеть друг друга из-за ребенка, если какие-то проблемы. Но в целом он как-то сглаживает ситуации всегда. Ну, еще время, например, проводить наедине друг с другом. Например, понятно, семья с семьей. Но если вы езжаете куда-то вдвоем, или это как-то скрепляет все равно отношения. Мы вот скоро отправляемся в большое путешествие с Сашкой. На днях практически. Это будут города Европы. Как раз в день моего рождения мы отметим в Европе. Вдвоем будете, да? Да, вдвоем. Малыш отправляется к бабушкам. Они его очень ждут. Все-таки я так принял решение, что хотя бы после двух лет где-то брать малыша. Очень он маленький. И не хочется вдруг где-то что-то приболеет. Или как-то. Поэтому вот такой момент. Говорят, до года самый тяжелый период с детьми. А у вас какие-то трудности были? Я согласна. До года, ну, наверное, не с чем сравнивать. Ареста только полтора. Не знаю, что будет дальше. Но скажу, что до года было сложнее, чем сейчас. Конечно. Определенно. Ареста уже какие-то первые шаги делает. Или что-то уже любит. Или пока еще совсем маленький для этого. Ну, конечно, он уже ведет себя в полноценный человечек. Причем после года. Начало как-то очень быстро. Он начал как-то быстро расти. С каждым днем что-то новое. Вот сейчас он, да, уже ходит. Да, уже бегает, можно сказать. Очень внимательный к мелочам. Вот все понимает, что ему не говорили. Да, 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 сладулька. А вот что касается быта, есть ли какие-то сложности? Вы распределяете обязанности или вам кто-то помогает по дому? Да нет, на самом деле нет никаких сложностей. А как, подожди, никто не помогает тебе? Помогают мне с малышом. Иногда, да, иногда и по дому мне помогают. Но в основном я справляюсь сама. Но вот именно с малышом, конечно же, есть помощь. Потому что, мне кажется, очень сложно совмещать и то, и то. Особенно если работа и еще какие-то моменты. Поэтому у нас есть нянечка, да, которая несколько раз в неделю приходит на помощь. А потом на постоянную не хотите ее взять? Ну, пока достаточно, я думаю, что в принципе так устраивает. Хочется, понятно, и проводить отдельно где-то в недома время, но и с малышом хочется быть часто. Нет, я, если честно, вообще был против няни поначалу. Пока я просто сам не стал папой. Для меня это было прям вот табу. Я хотел, чтобы ребенок был максимально близок к маме, к папе, чтобы он как-то вот... А потом я понял, что это сложновато, но все равно я принципиально не хотел, чтобы человек жил постоянно у меня в доме. Это как бы классно, я не против. Но в моем случае я вот как-то сторонник этого. Поэтому четыре раза в неделю приходит няня, считай, на целый день. Она очень классная женщина. И Сашка в тот же момент всегда с малышом, и когда ей что-то нужно чем-то заняться, съемки, мероприятия. Саша тоже достаточно активный, очень активный образ ведет в жизни. Поэтому все успеваем вот так вот. Да. Крестным отцом Ареса стал Артик. Это такой ответственный выбор. У вас действительно такая крепкая дружба? Артик и Рамина, да, его крестный. Мама с папой. Да, я крестил его доченьку. Он крестил моего сыночка. Имя такое красивое. А кто из вас выбирал? Ну, вообще, я его назвал в честь отца своего. Ну, конечно же, мне в целом безумно нравится это имя. То есть я вот с детства как-то вот, мне оно нравилось. Я там смотрел какие-то мультики с древнегреческими какими-то сказаниями. То есть это же такое древнегреческое имя. И это все вместе сработало. То есть мне безумно приятно, что я именем отца называю своего сына, который бегает по дому. Ну и плюс имя очень европейское, красивое, такое редкое. Сашка меня поддержала, за что я ей благодарен. Поэтому вот такой малыш. А если бы девочка родилась, как назвали? Оресье. На самом деле мы не думали даже над именем девочки. Потому что почему-то мы были уверены, что будет мальчик. Ну не скажи, у Сашки все в роду девочки. Огромное количество, все девчонки. Я очень переживал. Но это очень хотел. Хотя нет, я, конечно, шучу, без разницы кто бы был. Я был бы самый счастливый. Но не знаю, как, наверное, любой парень. Вот есть такой момент. Да. Мальчик. А сейчас предлагаю сыграть еще в одну игру. Давай. А кто в первой игре победил? Я или ты? Помню, я. Да. О, я много всего. Да, ты не добил в конце. Поддалась. Подряд, агглементы. Да. Я задаю вопросы. Там будут и общие, и личные. Вот. Вы можете отвечать вместе. Ага. Ага, давай. Дата вашей свадьбы? 17 января. Любимые цветы Саши? Пиона. Пиона. О! Цвет глаз Артема? Черный, карий, темный, карий. Странно, если бы я говорил, да? Или это мне тоже нужно? Тоже нужно. А, я понял. Да, очень сложнее вопрос. И так для разогрева пока. Темный, темно-карий, да. Да, очень темный. Доставка или домашняя еда? Доставка. Домашняя еда. Любимый цвет Саши? Белый. Черный. Белый? Афигеть. Вот, но вы узнали. Да, слушай, как будто бы не 7 лет. На самом деле, я просто люблю белый и черный, такие спокойные оттенки. Ну да, это сложные вопросы, мне кажется, все... Вырезаем плохой вопрос. Не, я имею в виду, что в плане... И то, и то ее любимое. Иди ответь. Любимое место во Владикавказе? Горы. О, так мило. Любимая еда Артема? Мясо. Отпуск на море или в горах? На море. Город, мечта для путешествия. Байкал. Ой, блин, слушай, я очень не хотел бы... Любимый десерт Саши? Подожди, не говори, не говори. Подожди, секунду. Ну, думай, все. Что ты так забираешь у меня? Три, два, один. Шоколадки. Кофе или чай? Кофе. Кофе. Роллы или пицца? Роллы. О, роллы хочу теперь. Любимая книга Артема? Я сейчас сам подумал. Не, на самом деле, я очень люблю Шекспира. Я практически его всего перечитал. Но сейчас, честно, все в телефоне. И как-то вот, если честно, мало читаю. Это, к сожалению, упущение времени. Времени вообще, наверное, нет. Ну, чтобы прям сесть, перелистывать, абсолютно сложно. Ужасы или комедии? Комедии. Экономить или тратить? Тратить. Так, милая, вот так все одинаково. Ну, вообще, правильно было бы. Я всю жизнь экономлю, Сашка всегда тратит, поэтому... Для Саши же экономишь. Да, 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 так и есть. Давайте поговорим о творчестве. 5 июля вышел новый трек «Фитнес», который написали за 5 минут на шоу. Ну, нет, не настолько быстро, да. Ну, почти, буквально, да. А расскажите подробнее, как пришла идея создать. Ну, классное шоу. Вообще, у меня июнь месяц, он был прям такой богатый, насыщенный на дуэт, на совместные работы. Я вот всех как-то объединил. Куча ребят, с которыми я дружу, общаюсь. И вот мы решили все как-то объединить в один месяц. Поэтому вышел трек «Пикассо» совместно с «Марс Деймос». Завязали с Сашей Сантой. И вот трек, о котором ты сказала, «Фитнес», это совместно с Кальвадосом, артист. Очень стриминговый, классный, прослушиваемый. И этот трек, на самом деле, не планировался к выходу. Просто я, да, принял участие в шоу, написать трек за один час. И вот мы написали вот такую прикольную мелодию. Она очень классно всем понравилась. Залетела так, и я принял решение, все, надо ее выпускать тоже. И мы как-то дропнули этот трючок. А вот когда треки пишешь, чем вдохновляешься? Абсолютно всем. Отношениями, семьей, желаниями увидеть мир. В самолетах очень часто пишу мелодии, вдохновляюсь, когда куда-то лечу. Фильмами. Ну, разное, на самом деле. Это такая магия, знаешь. Она вообще, ты не объяснишь это. Это вот прям сверху дается. Ты еще написал, Саша, песню «Три слова в день свадьбы». Да, да. А планировал еще какие-то треки записать? Может, сюрпризом? Опять же, это магия. Нельзя вот специально захотеть и сделать. Я думаю, что, дай боженька, обязательно что-то будет такое. Но я не сторонник того, чтобы писать специально, посвящать трек любви. Вообще, каждая песня, это ей посвящена поэтому. Не говорю, у тебя много песен про боль. Все равно вдохновляешься же ты отношениями. Поэтому все равно все песни – это для нас. Саша, а ты думал когда-нибудь о том, чтобы заняться музыкой плотно? Слава богу. Почему? Ну, только богу, у меня голод. Не, не в этом дело. Я это говорил недавно на одном мероприятии. Жены певцов, прекращайте петь, пожалуйста. Вам это не надо. Это просто так комично. Вот у меня есть такие примеры. Ну, почему все начинают петь? Ну, зачем вам это надо? Просто займитесь кучей, что есть другое. Я просто настолько люблю музыку. Я настолько всю жизнь ей посвятил. И посвящаю. Я знаю какой-то титанический труд. И сколько нужно иметь желания, таланта, возможностей. А чтобы не так просто. Вот у меня миллион подписчиков. Я певица. Типа, ну, это бред, я считаю. Это все равно, что я сейчас захочу стать, не знаю, айтишником. Хотя, кроме как вот скачать приложение и там, не знаю, социальную сеть, я ничего не умею. Ну, как я могу быть айтишником? То есть люди часто не уважают профессию. И у нас очень много на эстраде таких ребят, которые почему-то решают, что они должны быть певцами. А если есть талант? Ну да, почему бы и нет? Ну, если есть талант, я же не о таких. Я говорю о таких, у кого нет таланта. И таких на самом деле очень много. И я это, не за то, что я сейчас, типа, стал зрелым, взрослым, артистом и так рассуждаю. Я это говорил всегда. То есть, блогеры вот сейчас. Я вообще кайфую. Есть такие талантливые. Ты как бы рад, что они этим занимаются. А есть, ну, вообще, ну, проще же какую-то шляпу делают. И она причем и не заходит. Но они как бы говорят, что они певцы. Это жесть. А если вот, например, нет голоса у человека? Зачем пей? А можно ли как-то натренировать? Ну, натренируй дома, пой там для себя. Если ты почувствуешь, что ты настолько натренировал, что у тебя все круто получается, ну, записывай песню. Я вот тренируюсь, и не трактор сейчас пою. Кстати, у Сашки очень крутой музыкальный вкус. Слух. Она просто, она закончила, она занималась, да, по классу скрипки. Кстати, вот к ней это, ну, не относится так, можно сказать. У нее могло бы пополучиться. Я думал, вот сейчас мы закончим шоу и пойдем в студию. Нет, я слишком стеснительна в этом плане. Да. Артем, какие релизы нам ждать в ближайшее время? Поделись, пожалуйста, общественные планы. Слушай, ну, куча планов. Все связано с музыкой. Очень много идей. Я как бы такой первый год, да, моего отцовства. Это было такое чуть-чуть. Я не понимал, что происходит, поэтому я чуть-чуть так входил в рабочий процесс. Сейчас я все полностью, определенные моменты понял. Пришел в себя и готов творить, готов работать. Сейчас вот у меня заканчивается такая мини-работа над домашней студией. И вот будем писать много чего.